6 расстройств пищевого поведения То, что расстройства пищевого поведения бывают только у женщин, большое заблуждение. Исследование журнала Self и Университета Северной Каролины говорит о том, что 65% американских женщин от 24 до 45 лет заявляют о своем нездоровом потреблении пищи. Однако эта проблема знакома также каждому третьему мужчине. В 20 лет я пережила пищевое расстройство, которое навсегда изменило мое отношение к еде. Я всегда была нервным ребенком. Я поступила в среднюю школу, не могла завести друзей. В то же время мой папа уехал работать в другую страну. Все выходило из-под контроля. Вскоре мое тело начало отрицать еду так же, как и суровую реальность. К счастью, это пищевое расстройство меня не погубило. Я научилась давать ему отпор. И вы должны сделать так же, если столкнулись с такими трудностями. Это видео создано, чтобы рассказать о нарушениях питания и развеять стереотипы, из-за которых на эту тему обычно не говорят. Итак, это шесть типов пищевых расстройств. Первое. Расстройство избирательного питания. Диетолог Алина Петри говорит, что люди с этим нарушением питания недоедают из-за отсутствия интереса к еде. Вид, запах, вкус продуктов и блюд вызывают у них отвращение. Из-за того, что они едят меньше, чем нужно, они могут терять вес или иметь дефицит питательных веществ. Я помню, как избегала вечерина, где будет накрытый стол. Для меня было по-настоящему неприятно есть в присутствии других людей. Поэтому я каждый раз пряталась в женский туалет и ждала, пока это закончится. Второе. Нервная анорексия. Именно это приходит в голову чаще всего, когда слышат расстройство пищевого поведения. Люди с нервной анорексией одержимы своим отражением в зеркале. Они контролируют свой внешний вид тем, что ограничивают потребление калорий в погоне за идеальным телом. Даже имея сильный недовес, люди с таким нарушением питания не могут осознать этого. Они воспринимают себя искаженно, а также имеют очень завышенные ожидания. Третье. Нервная булимия. Люди с булимией сначала едят в огромных количествах, а потом вызывают рвоту или принимают слабительную. Очищая организм, они чувствуют облегчение. Как и анорексики, они пытаются держать свое тело под контролем. Посторонние не смогут угадать, есть ли у человека булимия, поскольку они могут поддерживать нормальный вес. Четвертое. Компульсивное переедание. Эти люди изо дня в день едят очень много. Количество потребляемых ими калорий превышает рекомендуемое диетологами, из-за чего они имеют лишний вес. Им часто стыдно за то, что они так много едят, но они не чувствуют контроль над своим телом. Если человек с компульсивным перееданием не начнет лечиться, то у него есть риск обзавестись такими тяжелыми заболеваниями, как диабет. Пятое. Пикацизм или извращение вкуса. Пищевое нарушение, когда человек ест несъедобное – камни, бумагу или волосы. Причины этого неизвестны. Исследователи выдвигают гипотезу, что причинами этого могут быть стресс, нарушение развития или низкое социально-экономическое положение. Часто пикацизм идет вместе с дефицитом питательных веществ. А поскольку человек потребляет что-то непригодное для пищи, он может отравиться или подхватить инфекцию. Шестое. Ночное расстройство пищевого поведения. Проявляется, когда человек неосознанно потребляет пищу во время сна. Он может пойти к холодильнику или же есть прямо в кровати. Некоторые люди во сне выбирают странные сочетания продуктов. Например, хот-доги с арахисовой пастой. Этот тип нарушения пищевого поведения встречается у от 1 до 3% населения мира. Были ли у вас какие-то из этих расстройств? Расскажите свою историю в комментариях. Мы хотим, чтобы вы знали, что вы не одни с такой проблемой и что есть способы лечения. В описании вы найдете список ссылок на исследования. Если есть такая тема, о которой вы хотели бы услышать, пишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. С вашей помощью мы распространим знания о психологических проблемах. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...